Добро пожаловать в Москву. Как происходит время препорождения в Москве? Я знаю, что подготовка твоего номера происходит в большей части здесь. Рассказывай, как тебе Москва? Шикарно, Москва. Мы прилетели сегодня только из Риги. Мы спали совсем немного времени, пару часов. Но, тем не менее, чувствуем себя бодрыми и веселыми, потому что атмосфера тут невероятно приятная. Новые друзья. В Риге мы уже познакомились. И это просто что-то. В Москве я уже долгое время здесь нахожусь. Около года. Я и битву хоров здесь проходил, и главная сцена. И чувствую себя здесь, наверное, как дома. Очень просто. Уже достаточное количество друзей, знакомых. И я этому очень рад. Насколько ты можешь процентов оценивать сейчас готовность к выходу на сцену на Евровидение? Насколько процентов готов номер? Номер еще все-таки подготавливается. Мы все-таки делаем еще сценографию. Мы работаем с педагогом по английскому языку, с педагогом по вокалу. Сценическая речь, актерское мастерство. Это все... Молодого курса бойца такого, актера. Да-да. Это все мне очень поможет. Это мне уже помогает. Я себя чувствую немного уверенней. Мы репетируем очень часто. Мы работаем с животными. Мы прорабатываем сценографию. На чем стоит еще поработать? Даже не знаю. Я уже, наверное, все перечислил, на чем стоит поработать. Но есть какие-то моменты, которые, как тебе казалось, нужны еще в большей работе? Мне кажется, что мне нужно еще поработать над английской речью, потому что я, когда я слышу английскую речь, когда мне задают вопросы по-английски, я начинаю немножко теряться. Потому что я никогда до этого не давал на английском, и для меня это было впервые в Риге. Но все-таки я как-то справился, и тем не менее нужно работать, работать и работать. Ну, сегодня мы находимся в Москве. Здесь в большей степени говорят по-русски. Слава Богу. У тебя большая продвинутая пиар-компания, огромное количество промо-роликов, различных информационных поводов. Считаешь ты важным проведение пиар-компаний перед конкурсом, и даст ли это свой результат? Вообще любая пиар-компания перед любым конкурсом – это нужная вещь. Она лишней не бывает. Люди должны как-то познакомиться с артистом, узнать, кто он такой. И, собственно, это важно, все, что я хочу сказать. Действительно. Злободневный вопрос про Волков. Мы много раз слышали мнение Виктора Илья Калюча, а то мнение его, и он формулировал его таким образом, что вы делаете все, что поручено, ну, как бы продюсерской компании. Что непосредственно Александр Иванов сам решает? Тоже все, в смысле многое. Работа с Виктором Яковлевичем, она заключается, удобство заключается в том, что он предоставляет тебе выбор, твое дело, согласиться или нет. Если, к примеру, мы выбираем какую-то песню, или он написал песню для меня, он говорит, Саша, слушай, послушай-ка эту песню, если она тебе нравится, давай работать. Если она тебе не нравится, то не имеет смысла что-то делать, потому что ты не будешь вкладывать в нее душу, ты не будешь вкладывать в нее свой интерес, а для него это очень важно. Если ты делаешь что-то, ты должен это делать с любовью и с полной заинтересованностью в этом деле. А так не имеет смысла. Насколько я понимаю, вы с Дробышем работаете уже продолжительный срок, и помимо подготовки к Евровидению, планируется ли запись каких-то других песен, и вообще будет ли Макси сингл, будет ли какой-то альбом в дальнейшем, чего нам ждать во время и после Евровидения? Безусловно, мы планируем выпустить и синглы, и планируем записать альбом. В каком виде он представлен, будет это еще неизвестно, потому что у нас очень много демо-версий, различных песен, которые мы писали вместе, которые мы писали по отдельности. Как я говорил, у нас шикарный тандем, и альбом обещает быть действительно очень стоящим. Когда он будет? Я думаю, что уже после Евровидения, потому что сейчас все силы затрачены на подготовку. Ну, у нас после Евровидения еще будет лето, осень, примерно когда поклонникам Саши Иванова и непосредственно проекта «Айван» ждать новый альбом. Надеюсь, что к лету мы уже как-то сформулируем все демо-версии, как-то скомпонуем в одну единую концепцию. А уже ближе к осени, я надеюсь, что уже что-то появится, какая-то более точная информация. Но не в наших интересах это сильно долго затягивается. Логично, пока интерес сохраняется. Какую роль в подготовке к номеру выполняет Белтелерадио компания? Информационную. Также они постоянно интересуются, они выпускают дневники, Белтелерадио компания постоянно выпускает дневники Евровидения в Беларуси. То есть то, как я подготавливаюсь, то, как я провожу время, то, как я гуляю по Москве, как встречаюсь с различными артистами, представителями других стран. Они действительно делают какую-то неотъемлемую часть. И с ними очень просто работать, между прочим. Люди очень простые, идут спокойно на контакт, и мы достаточно очень весело проводим время. Хорошо. Еще один злободневный вопрос. Представители Европейского учительного союза уже высказали свое твердое мнение о том, что волки и нагота для стены Евровидения недопустимы. А представители Белтелерадио компании отметили, что волки будут присутствовать в графике номера, а для вас готовится костюм. То есть вариант Б все-таки существует. Если... Варианта Б у нас нету. И все-таки мы планируем появиться голыми на сцене, обнаженными на сцене и с волками. А вопросы такого плана все решает Виктор Яковлевич. То есть он общается со шведской стороной. Я надеюсь, нам действительно дадут право на то, чтобы именно так появиться на сцене Евровидения. Так, я забыл, что я хотел еще сказать. Ну, в плане того, что существует ли вариант Б? По поводу плана Б. По поводу плана Б у нас его нет. И если нам откажут в такой возможности, то это будет очень печально, потому что еще Евровидение... Не видела подобных. Откажется, да, от замечательного шоу. Ваш девиз – «Айван, гоу». «Айван, гоу», да. Куда вас посылают все время? Меня посылают на Евровидение. Это еще значит, что «Айван, вперед». Но в разных роликах можно это понять по-разному. Вот в одном из роликов прозвучал этот девиз, как «Вся страна посылает вас, иди подстригись». Сбудутся ли пожелания страны? Нет, пожелания страны, по крайней мере, в ближайшее время не сбудутся. Хотя кто его знает, как оно там дальше пойдет. Может, все-таки захочу что-нибудь подрезать себе. Подкрасить. Подкрасить, да нет. Но я сейчас об этом не думаю. Мне нравится так, как я выгляжу. Мне нравится мой образ. И менять я ничего не собираюсь. Я много лет назад тоже носил длинные волосы. Они были не настолько длинные. И для меня это было, например, ну, некой защитой от внешнего мира. Что для тебя длинные волосы? Для меня это не защита. Для меня это мне просто нравится. Тем более мне очень нравится рок-музыка. Это как-то такое… Стайл-рок стайл. Да, стайл-рок стайл. И я считаю это красивым. Вчера было выступление в Риге. Как принимала публика? Какие эмоции от Латвии? Невероятные эмоции от Латвии. Это невероятно красивый город. Такое ощущение, как будто я был там раньше. Может, это потому, что похоже как-то на белорусские города. Это очень много старых зданий. Я очень люблю все такое древнее, все старое, потому что это какое-то есть отношение к корням, к рыцарству, ко всему этому антуражу. Публика тоже невероятно позитивная была. Куча позитива мы получили в Риге. Артисты сами по себе, участники, представители других стран оказались очень дружелюбными. И мы уже действительно как-то сдружились. И чувство конкуренции убито напрочь. Come together. Да, come together, sing together. Это слоган Евровидения, да. И я полностью этот слоган поддерживаю. Это действительно важно, что мы дружим, что мы просто наслаждаемся жизнью вместе. И поем, и дарим радость. За предстоящий месяц предстоит еще увидеться с некоторыми участниками, подружиться. И в Стокгольме я уверен, что вы все будете одной огромной семьей 2016 года. Есть возможность сказать пару слов для наших зрителей, слушателей и читателей. С удовольствием. С удовольствием. Друзья, смотрите Евровидение, выбирайте своего лучшего артиста, конечно, голосуйте за Айвана. И come together, будьте счастливы, любите друг друга. Айван, с вами. Но это не все. Обычно у нас существует такая традиция, которую тебе предстоит еще узнать. На каждом интервью на Евровидении в Стокгольме просто не будут отходить от тебя. Просит всегда в конце спеть маленьких кусочек. I will help you learn to fly, to fly, to fly, free, leave all the madness behind, bye behind. I'm on with you. Большое спасибо. Хорошее времяпрепровождение в Москве и увидимся. Спасибо.